В больнице возникает много и по мере необходимости нужно все-таки людям наносить информацию с первого курса. Чем мы сегодня с вами и займемся. Вопросы, которые интересуют всех и действительно уже много лет у нас обсуждается, и пока решение его в какой-то перспективе не видно, это все-таки по строительству пщеного. Что сейчас происходит, в какой стадии? У нас проектная документация уже на выходе, экспертиза прошла. Сейчас мы проходим процедуру, мы будем говорить оборудование, оснащение пищеблока, рассматриваем подключение его, оснащение, начинка пищеблока, которая будет. То есть, поэтому мы сейчас согласование проводим по оборудованию, по инвентарю, который там должен находиться, по техническому обслуживанию этого пищеблока. Будет определена этапность строительства, то есть, этапно в один год, этапно в полтора года, как этапно это будет делаться. И тогда уже по мере и финансирования будет производиться. Питания хорошая, проблем у людей нет, вкусно. Нам говорят, что хорошо готовится. Все горячее, все привозится. Ну, нет куда без добра, подшаманили и Ивандеровскую больницу. В плане у них какие-то проблемы были не лишены, почему-то, не знаю. Ну, кипятильник, там, и прочее, прочее, что-то тут закупили. Термосы. Термос, да, это все есть. То есть, ну, просто питания сейчас нет. Ну, конечно, проблем нет, у нас еще, да? Нет, нет проблем, нет проблем. Да, долго вы спросите, по-моему. Да, я очень благодарна даже жителям. Они сказали, что, вы знаете, ой, боялись даже в полу. Боялись, боялись. Боялись вкусно. Люди говорят, вкусно, все, это главное. Наши выезжают сюда, все это контролируется, монетарируется, смотрится. Если есть какая-то проблема возникает, то есть я его знаю даже, не надо звонить в Альбург, я его знаю оттуда, от нас, потому что наши что-то, народ быстренько скажет, а что-то хлеб какой-то плохой, что-то не такой, что-то... Если говорить честно, совсем честно. Вот что-то я не понимаю, почему мне досталось. С 65-го лудо-реставрации делать, там еще с какого-то лудо-реставрации сейчас делать. Не ремонтируется, но когда? Это плавно и есть, хотя бы косметика. Я имею в виду, ну, оставляет желать лучше, на самом деле. Безусловно. Значит, что мы планируем на будущий год, это ремонт лоро-отделения. То есть, ПСД делает полностью и ремонт лоро-отделения. Заявка тоже приняты на это, куда надо, на проект для лоро-отделения. Ну, то есть, более значимым является, конечно, отделение, лоро-отделение. Чтобы оказать нормальную, хорошую реабилитацию, мы должны строить и центры, которые в области начали строиться. В качестве района? В качестве района, да. Да, по-моему, в коммунале, вот, огромный, большой, по-моему, на 500, ну, не побоюсь соврать, но... Это областной были, да? Это областной реабилитационный центр. Детские уже выстроили, сейчас за взрослые взялись. Значит, поэтому, как бы, реабилитацию амбулаторную мы оставим. Только вот, вот, весь, так, ну, отделение условно мы хотим перепрофилировать. По возрастной классификации, если население, там, определенного возраста составляет вот такую-то сумму, 7%, то это относится к молодым. Если больше семей, 60%, это, как бы, ну, такой возрастной район. В нашем доля возрастного населения составляет 17,8%. То есть, и население будет, конечно, как бы взрослеть, да? Угу. Для того, чтобы вообще, мне кажется, нормально в будущем функционировала и наша Ивангородская больница, и вообще люди Кенгисепского района, ну, нужно вообще попытаться сделать хорошее межрайонное гиллеротическое отделение. Так, за вопрос, людям надо помогать, людям модуляем возможность. Вот там они будут заниматься своей реабилитацией. Когда получилось об открытии гиллеротической службы, оказались многие районы, но у них не было лицензии. А у нас лицензия с 2018 года. С Ольгой Николаевной начала первый разговор вести в августе прошлого года. И мы отлицензировали. Ведь не просто так, Ивангородскую больницу, стационар мы отлицензировали. У нас еще не было понимания. Когда пришло время, что делать, кому комитет говорит, вот, а мы готовы. Мы такие молодцы, у нас есть лицензия, у нас есть практически врач, есть практически принципиально полученные такого это. Они сказали, ну, да ладно, лицензия, есть лицензия, мы лицензием. Хоп, поэтому Ивангороди помнилось, как все удачно сложилось. Поэтому, я говорю, в этом плане мы можем похвалиться, что мы чуть-чуть опередили события в этом плане. И вот я думаю, что отделение мы откроем. Павла, это большая очередность. На гастроскопию, на галанскопии, это вылезут до 3-4 месяцев. И как-то, вот можно это? Нет, ну, вообще, процесс, конечно, все можно, но сейчас этот вопрос, будем говорить, решается очень тяжело. Но когда один человек работает, один человек это и есть один. Он работает и на экстренку, и на плановость. Но мы понимаем, что в планах. Октябрь, сентябрь, октябрь мы открываем онкологический центр амбулаторной помощи в Кингисе. Скорее. Открываем, да. Мы сейчас очень жертвуем помещениями, то есть мы отдаем там, где у нас лаборатория, мы это все помещение отдаем под онкоцентр, который будет подчиняться областному онкоцентру. И там сейчас будет как бы стимулирована вся работа по выявлению, диагностике и прочим-прочим вещам, именно по онкостям осторожностям и онкологическим пациентам. Плюс там уже дневной стационар для химиотерапии будет проводиться, то есть людям не надо будет мотаться никуда. Ну и вот это как бы все. Честно говоря, мы, наверное, будем опять получать так, что мы одни из первых так, ну, решились на это. И поэтому у нас, под нас уже куплена установка, и мы надеемся, что, может быть, сейчас пропускать, чуть-чуть пройдут, и уже доктор будет начинать приезжать к нам и на своей установке уже наших пациентов обследовать. Мы чисто берем колоноскопию, пока гастроскопию, мы куда-то справляемся, там проблем такой нету с гастроскопией. Колоноскопия, как бы, это большая проблема. Какие будут? В основном это скрининговая ситуация. Онкологи занимаются онкологами, там будет диагностика и обследование пациентов, которые и те онкологические пациенты уже с известными диагнозами будут получать обследование, терапию, там, в этом центре. Количество, насколько мне известно, заболеваний онкологии, оно возрастает. Могу сказать, что Ленинградская область, это, врача, и... Я имею в виду консерферы именно в этом регионе. Вот у вас есть такой документ, как, допустим, паспорт безопасности района? Конечно, нет. Да, и разработан на основе учета всех этих крупных химических объектов. Ну, это, наверное, не я разрабатываю. Нет, в общем, какой-то есть у вас документ, который, ну, когда-то был разработан выписки из него для анализа своей работы. Нет, мы анализируем свою работу по нашей... По количеству болезней. По количеству болезней. Конечно, нашество, да. И мы... Есть с чем сравнивать, и есть... Мы видим рост, это тенденция к снижению, к каким-то залогам что-то... Это у нас свой мониторник этих вещей. Показатели. Показатели. У нас заболеваемость, по сравнению с Российской Федерацией, ниже. Но, несмотря на это, сделано то, что сейчас пошли, например, беспрецедентные задания ДСЦУОПа. Это тоже ведь не так просто. Вот так не в Кузьминов огромный будет открываться онкологический корпус, строится. Поэтому делается очень многое. Но нельзя по одному щелчку сделать что-то, когда не делалось-то никогда. Поэтому... Но средства огромные выделяются. Значит, задачи поставлены. Главное, есть задача перспектива. Нет, да и есть перспектива их получения, да. Очень активно онкодиспансер этим занимается, комитет занимается очень активно. Все это в Минздраве утверждено. Тоже, в принципе, всех интересует, но, скажем так, сейчас мы слуху, это трудности по записи к медицинским специалистам, в том числе и детским специалистам. Почему, скажем так, вот, неотложная помощь? В должности записаться нет в талончики. Но мы уже вчера говорили, есть помощи разные. Есть плановые и неотложные помощи. Это разные. Неотложка не получает сейчас и сегодня, и вот, если неотложная помощь. Плановая, которая программа гарантирована, до 30 дней мы можем ожидания. Ну, вот, если у нас положено два окулиста детских, он один работает. Ну, да ты хоть вот как-то. Она вот работает на полторы ставки, еще профосмотры детские сады, прочитать надо. Ну, вот ты хоть как-то. У нее будет загружено, безусловно. Поэтому неотложное скатывание – это основная проблема, которая существует. Это основная проблема, потому что поколения, которые реально выпавшие, их нету. Это пустота образовательства. Есть поколения, которые работают, там, 50-й старше, там, есть поколения, которые пришло до 35-ти, а вот этого поколения, его нету поколения. Ну, вот возник кадровый год. Вот возник кадровый год. Плюс ко всему, мы же забыли все, наверное, да, в медицину-то вообще практически не шли. Ну, это было непрестижно, низкая зарплата, высокая ответственность. И сейчас все нас только поругают. Говорят, слов хороших мало. Мне сказали, это тоже ваша проблема. Мне конкретно было сказано, это ваша проблема. То есть, и вот сейчас всех у них… Не страны. Это ваша проблема, я говорю, все ладно, все хорошо. А то, что все это пришло в тренинге. Да, проблема кадров. А это тоже ваша проблема. Это ваша проблема. И это тоже ваша проблема. И вот я, конечно, сегодня, с одной стороны, с радостью смотрю, что все поняли, что это не проблема какого-то учреждения, не проблема какого-то там лампула врача, какого-то района. Это проблема глобальная. Конечно. И то, что сегодня много для этого делается, чтобы закрепить специалистов на местах, чтобы они приехали, отработали, это финансовая поддержка. Я предполагаю, что эти разговоры о том, что не демократично закреплять специалисты, это самое демократичное, что можно сделать, специалистов закрепить на местах. Вопросик еще по обслуживанию вызова скорой помощи. Разговариваем еще и в прошлом, и в позапрошлом, когда были какие-то планы по дополнительной машине, в том числе, чтобы ускорить как раз и на показатель, по обоставке баня и так далее. Ну, я понимаю, что проблема там есть не тайна, свеча. 80 тысяч населения по нормативу имеется, 8 машин, они есть. Ну, нормативы понятны, просто если привязывать действительно к реальной обстановке, которая существует... Но начнем с того, что реальная обстановка одна, но тоже неоднозначная. Иван-город от центральной усадьбы находится 20 километров, услуга находится 50 километров, в Вестино находится там, или в Кузенке, на 75 километров. Если машина скорой помощи с центральной усадьбы ушла в Вестино, если она ушла еще и куда-то еще, еще куда-то пошла в другое, то есть русло, вернее, там, плечо 3 километра, да, там маленькая самая, от больницы, то есть от... и 75 километров, вот и все. Машины также имеют, вот их 8 есть, они все в наличии, одна сломала две, одна вызывает пикер, вот она получилась. То есть вот прекрасного, наверное, обслуживания не будет, ну, может, в целом, наверное, сложно, но в целом у нас форматив вообще неплохой, доступность очень неплохая. Единственное, что сейчас, ну, как бы, вроде есть понимание о дополнительных машинах, это, в услугу, ну, по крайней мере, и, может быть, Иван-город, но это опять требует... Вот опять, я всегда говорю, что машину купить можно. Ну, 4 человека, фельдшеров, вот 8 человек, фельдшеров сейчас сразу, вот где? Вот вопрос не в машине, вот вопрос кадровый. Нет врачей, у нас 3 врача скорой помощи, всего у меня есть 3 врача. У нас фельдшерские бригады, фельдшерские бригады супер, но они должны быть как минимум с 2 врачами, у нас и этого не хватает. У нас Кингисевский район имеет 2, 2 больших крупных города, Иван-город и Кингисев, и имеет 181 поселение в Малюте, депут Малюте. Из них 164, слушайтесь, жители до 100 человек. Мы должны их когда? Обслуживать. Обслуживать. То есть должны наши выезжать туда, конечно. Им не выбрать из этого, ну, не знаю, это тарапание, да. Им из этого не выбрать, мы должны туда приехать. Как вы видите ситуацию по привлечению, в том числе, молодых? Конечно, занимаемся. За прошлый год мы приняли 12 новых врачей, в этом году 4 ординатора у нас снова приходят, но этого недостаточно. Что по жилью у вас? Дима, с вами больше выделяют, например, какие-то жилья? По жилью проблемы, большие проблемы. Я говорю, вот мы сейчас пошли на такое, и образование, слава, мы тоже с вас пример взяли. Мы что-то в хорошей жизни, что ли? Мы оплачиваем людям половину стоимости аренды снятия жилья. Компенсируете, да? Компенсируете. Это мы делаем уже в третий или четвертый год. Вот такая сумма, они с каждым годом растут. То есть мы привлекаем врачей, врачи приходят, снимают у нас жилье, и мы им компенсируем. В принципе, жилье самошедшее, где мы стоим, прямо скажем, аренда жилья, практически питерская. А что говорит об этом комитете? Что комитет? Ну, все-таки они же запрашивают у вас. В приходе есть у нас стенд, значит, расписание работы врачей. Он еще сделан, наверное, во времена Мандельштама, в 60-70-е годы. Он взрослый вы имеете? Да, он взрослый. Вызывает уныние. Вызывает уныние этот стенд. Я просто сам там прихожу, сразу смотрю, что у меня как настроение падает. В Кингисеппе у вас там все здорово. Может быть, как-то думаешь? Когда есть инициатива, она всегда у нас только получает одобрение. Я сама таких вот вещей от этого города не слышала. Ну, не догнала, что им надо сказать. Но они же не попросили. Мы готовы сделать все в одном стиле. У меня нет разницы в ангароске, регистратора моя, Кингисеппе, Узлужская. У меня есть желание, у меня нет желания делить. Ну, давайте, вы просите. Мы делаем. В одном стиле все делаем. Я все понимаю, это такая мелочь, которая решаем. Мне вообще стыдно порой бывает после наших общений. Не стыдно. Я, вы не представляете, я человек, который практически старается не повышать голосу по определению. Ну, я не сторонник того, что нужно говорить на высоком... Поскольку там про голоса, после нашего общения, я практически в колхозную папу езжала. В ангаросской больнице после нашего пройдут... То есть я приехала к тому же, от чего я уехала. Сказала, что исправьте замечания, пожалуйста. Приехала к этому замечанию. Потом я просто реально... Ну, все это исправилось в течение одних суток. Там были такие кардинальные замечания, что их можно было исправить за пару дней. Вот, конечно, это неприятно, к сожалению. Мы здесь еще не срабатываем. Ну, сейчас... Ну, в самом деле, это же здорово, когда есть возможность, скажем так, вот прям вот вам... Пускай это вас особо не там... Не, мне это не напрягает, мне это стыдно. Мне это не напрягает абсолютно, мне просто стыдно за это. Честно вам говорю, потому что я понимаю глобально вещи... Я сейчас поговорю по глобальным вещам. Да, вот здесь я как бы... Ну, да, я могу вам ответить, могу... Ну, по стенду, по какому-то... Установлено было на скамейке, по кострове, частично за минуту куда-то заснабжение. Деревайный пандус приходит в первое отделение главного корпуса. Дополнительно, вот это после моего... Все, что я обнаружила, две ступеньки, я говорю, как тут нужно провалиться. Вот такое высокое крылечко, я со своим ростом, у меня каблук 7 сантиметров, чуть не упало. А любой, без каблука, без всего, он просто провалится. Деревность, как читались. Будет вот такая система. А мы привыкли жить по-старому. То есть вот мы привыкли, что есть везде, рядом, около кабинета, еще кто-то, еще 20 кабинетов специалистов. Так уже не будет. То есть мы на современную, другую систему здравоохранения переходим. Очень тяжело переходит. Конечно, хочется, чтобы было как раньше. Монитор сейчас тоже есть у нас. Да, да, да. Это так. Монитор тоже есть. Я тоже считаю, что это большой такой... Большой. Сняли, сняли, абсолютно. Взяли аппарат переносной ЛУЗИ, прочесали всех детей. Ивангородские детки все с ЛУЗИ как положено обследовали. Сделали, да. Это такого не было никогда. Это правда. Но это правда. Это хорошо, когда было такое. Это замечательное. Чтобы у нас дети приехали, думали, у нас появился детский хирург, который хороший хирург. Всех перещупал, пересмотрел. Все множество сделок, кому надо все посмотреть. Этого же просто не было. Когда мы принимаем к себе, у нас круглосуточно дежурят гинеколог, педиатр, травматолог, анестезиолог, терапевт. У нас пять специалистов дежурят круглосуточно. Ты сейчас говоришь? Мне кажется, надо в этом как-то вот понимать, что да. Я получалась такой большой очень аудиторией. Это были все общественные организации. Это были общества ветеранов, инвалидов, участников там слепых и так далее. Да, да. Мне было очень отравно. Хочу сказать, что все сказали, что реально спасибо, да? Я же не человек сидит, который, ну, можно сказать, что как-то вот видно, что вообще здравоохранение у нас неплохое. Ни идеального, наверное, не будет никогда. Конечно. Будут всегда находиться мытики. Всегда есть люди, которые как бы, ну, это и нормально, так и должно быть. Конечно. А как жить дальше? Без них-то? Без них нету движения вперед. Знаете, вот, честно говоря, я гоню себя, чтобы с клиентами сделать то, 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 то. И где-то вот, что называется, пиар-компанией я не занимаюсь. Субтитры подогнал «Симон»